Нефть балансирует между ростом и снижением. Фундаментальные обоснования есть как у покупателей, так и у продавцов. Котировка Brent, как ожидается, сегодня не выйдет за пределы 55-56 долларов за баррель. Рубль пользуется поддержкой со стороны налогового периода и аппетита к риску. Доллар ненадолго может отступить в район 73 рублей 20 копеек. Нефть вчера подрастала, но к концу сессии давление на цены оказали данные от американского института нефти. Запасы сырья в США выросли за неделю на 2,5 млн баррелей. Сегодня утром покупатели пытались реабилитироваться. Котировки в моменте перешли на положительную территорию. Однако у них не хватило сил, и рынок энергоносителей вновь ушел в минус. Ближайший контракт на Brent торговался по 55 долларов 70 центов, теряя 0,7% стоимости. Аналогичная картина складывалась по WTI. Мартовский фьючерс уходил ниже 53 долларов за баррель. В качестве негативного фактора для рынка черного золота могли стать вновь вспыхнувшие опасения по поводу спроса. Это связано с эпидемообстановкой в Китае, где произошла вспышка нового штамма коронавируса. Сохраняются локдауны в европейских странах. Пока инициатива в основном находится в руках продавцов. Что касается покупателей, то у них также есть основания для более активных действий. Вскоре они оживятся, если на рынке не появятся новые негативные факторы. Поддержку ценам оказывают будущие экономические стимулы в США, благодаря которым аппетит к риску остается повышенным. Меры новой администрации президента должны привести к росту экономической активности, а значит к более высокому спросу на нефть. Если Минэнерго завтра не подтвердит информацию API об увеличении запасов нефти в Штатах, рынок энергоносителей с большой долей вероятности возобновит рост. Этой тенденцией также поможет слабеющий доллар. Многие стратегии сейчас придерживаются мнения, что американская валюта окончательно вошла в фазу долгосрочного снижения. Таким образом покупатели Brent могут попытаться протолкнуть котировку выше 57 долларов за баррель. Рубль в паре с долларом малоподвижен. Попытки роста прослеживаются, но они достаточно слабые. Несмотря на коррекцию в нефти, россиянин в целом чувствует себя довольно неплохо. На его стороне внешний фон, энтузиазм инвесторов зашкаливает. Инаугурация Джо Байдена прошла без сюрпризов, что автоматически снимает политическую неопределенность в стране. Дополнительную поддержку российской валюте оказывает налоговый период и динамика валют развивающихся стран. Эти факторы сигнализируют на преобладание покупок рубля. Однако к концу сессии ситуация может измениться. После того, как рубль сделает еще одну попытку протестировать отметку 73 за доллар, появятся коррекционные настроения. Доллар, вероятно, захочет отыграть часть потерь. Существенных же движений в паре доллар-рубль не ожидается. На ближайшие сессии по-прежнему актуальным остается диапазон 73-75. Санкционные риски пока ушли на второй план. Моральная поддержка у россиянина имеется. Мешать более быстрому укреплению рубля к доллару будет лишь близость долгосрочного уровня сопротивления на отметке 73.